ПЕСНЯ Апостол Петр и Павел – разные люди по умственному размышлению, по жизни, по обучению, но их объединяло лишь одно – вера в Христа, жизнь со Христом и евангельская проповедь. Мы можем быть разных национальностей, мы можем быть разных ступеней образования, но заповеди Христа и ее проповедь блаженства, они остаются одними и те же на протяжении уже двух тысяч лет. Поэтому для нас апостол Петр и апостол Павел – это единоцелая для язычников проповедь, которой потрудились более всех, которые дали возможность соприкоснуться с историей христианства, своим собственным спасением. Мы находимся в храме святого апостола Павла, где после всекновения его главы был похоронен в одном знатного человека в саду, где сегодня находится этот святый храм. Для нас, христиан, это великая радость иметь таких молитвенников и предстателей. Прошло две тысячи лет с того времени, когда они проповедовали, но они и до сегодняшнего дня проповедуют через послания, апостольские деяния. Они практически своим словом перевернули весь мир в добром понимании слова. Сегодня, к сожалению, мир, закосневший в грехе, мир, который не слышит проповеди, мир, который не хочет понять их беспокойство и понять того, что они переживают за нас, они молятся, потому что те люди, которые вкусили благость Христа, они никогда не могут отойти от церкви. А те, которые не были никогда в церкви, к сожалению, они сегодняшнего дня являются людьми безбожного характера, воюют против человека, а раз во им против человека, во им против Бога. Воюют против Бога, воюют против церкви. Апостолы Петр и Павел явились объединяющим звеном вокруг Христа, невзирая на то, что апостол Павел был гонителем церкви. И молитва Божией Матери, я верю в то, не сомневаюсь, когда убивали архидеякона Стефана, он охранял вещи и удобрал убиение. Апостол Петр, когда нашла на него безбожная сила обвинений, он отрекся от Христа. Но один и другой был просвещенный благодатью Святого Духа, потому что Христос не хочет смерти грешника, но чтобы человек обратился и жив был. Господь никого не заставляет. Господь ищет в себе подобных людей, которые исполняют волю, потому что он, обращаясь к Отцу Небесному, сказал, «Я был послушлив даже до смерти, смерти крестные». И мы видим, как апостол Павел был храним в стихиях природы, в злобе народа до того времени, пока он был нужен Спасителю здесь на земле, чтобы просветить всякого человека. Мы просим апостола Павла, чтобы он не оставил нас в своих молитвах. Мы просим, чтобы апостол Петр вознес свои молитвы, как когда-то он совершал чудеса, и как Господь просил его, «Я когда возвратишься, утверди братья». И сегодня, когда мы такие разные, когда мы рассеяны, когда мы часто думаем бессмысленны, святые апостоли, помолитесь за нас, чтобы Господь нас вразумил и дал понять, что мы здесь в гостях, а нас ждет лучшая жизнь, которую Господь приготовит для любящих Его.